Всем привет, с вами Джейс Стадия, меня зовут Матвей и сегодня в нашем выпуске блога про обучение за рубежом мы поговорим на важную тему, на ситуацию, которая сейчас развивается между Россией, Великобританией и другими западными странами и как это сказывается на обучении за рубежом и сказывается ли это. Никогда не переключайтесь, оставайтесь, а вы сегодня в Сочи. На самом деле никаких сложностей и каких-то проблем с получением визы, с поездкой и так далее, мне сейчас не возникает и не должно в принципе возникнуть. То, что те новости, которые опубликовало датское посольство России и потом очень активно подхватил Первый канал и прочие государственные СМИ, она не совсем соответствует действительности. Вся новость была в принципе о том, что посольство сказало, что ребята у нас выслали большое количество сотрудников, у нас теперь не хватает рук, и чтобы следить за всеми обращениями, которые могут поступать потенциально от российских граждан и реагировать на такие вопросы будет гораздо сложнее. И вывод, который они сделали, что из-за этого, как они не смогут оперативно на какие-то вещи реагировать, лучше никуда не ехать. Ну, сомнительный вывод на самом деле, потому что показывает практика, вот за нашу, там, да, 10-летнюю историю мы ни разу не обращались, да, и наши там ни школьные группы, ни студенты взрослые, которые ездили, ни разу не обращались в посольство Российской Федерации в Великобритании, чтобы решить какие-то вопросы, потому что их, по сути дела, не возникали, да. Все вопросы, которые могли возникнуть, они решались по средствам наличия медицинской страховки, связи там со школой и так далее, и не выходили там, да, за эти рамки. Поэтому, не знаю, не уверен, что действительно стоит прислушиваться к таким рекомендациям, да, они больше выглядят как-то очень натянуты, надуманно, вот. И хотя логика, конечно, она присутствует, но она вот такая вот немножко извращенная, что ли. Субтитры создавал DimaTorzok Резюмируя все размышления, главное не бояться и делить всю информацию, которую вы получаете там на два и взвешенно самостоятельно принимать решения на основании разных источников. Мы, в свою очередь, на нашем сайте будем вывешивать письма от образовательных организаций, школ, университетов с их позицией и с их во многом заверением в том, что действительно никаких конфронтаций там по политическим признакам в их учебных заведениях не будет допускаться. И действительно у нас были примеры, которые были там связаны вот с историей трехгодичной давности, когда, да, присоединился Крым, и была там одна, вот у нас на тысячу человек была одна история с одним преподавателем в одной из школ, которая не очень политкорректно высказывалась. Это сразу же заметили, и на следующий день преподаватель был уволен из этой школы, поэтому сами учебные заведения не заинтересованы в том, чтобы разжигать какие-то там конфликты, связанные с политической повесткой, а тем более с принадлежностью людей к той или иной стороне, это вообще в принципе недопустимо. Поэтому учитывайте, пожалуйста, это. А для тех, кто все-таки побаиваться, может быть, поехать в Великобританию или в США или в Ирландию на летние программы, есть замечательный лагерь J-Camp, который вот с моей спиной проходит в Америкинке, в Сочи. Мы привозим в Великобританию и Ирландию, Новую Зеландию, Австралию сюда, в Россию. И весело, задорно проводим летние каникулы вместе с детьми, учим их английскому языку. Помимо Сочи у нас есть еще Роза Хутор тут же в горах, и новый кампус, который мы открыли в этом году в Крыму. Выбор есть большой, главное, главное это двигаться вперед, учить английский язык и создавать безграничное будущее для новых поколений. Играет музыка. поднялись на высоту 2320 метров тут все еще по-прежнему зима люди катаются на сноубордах на парапланах и но солнце уже припекает но вот так выглядит джейкем по 1170 весной приехали сюда специально с группой учителей чтобы посмотреть как будут жить наши дети летом чем они будут заниматься где они будут жить и тут уже тепло на то что лежит снег уже солнышко греет вот и я думаю что снег растает на на ближайшие пару недель и все уже готова к нашему заеду 14 28 июня а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok